сейчас вернулась в киев оставаться в украине все налаживать и двигаться вперед или уезжать обратно оставайтесь все будет хорошо светлана краснопольская что будет со мной с вами будет дальнейшая жизнь когда человек говорит что будет со мной то он думает что конец на самом деле это только начало когда я просыпаюсь каждое утро то как бы я себя не чувствовал я обычно произношу эти слова впереди у меня целая жизнь впереди у меня целая жизнь и я не пропущу ни одного момента чтобы этой жизнью не насладиться обычно я делаю так раньше моей жизни меня раздражали близкие знакомые раздражали как люди едят там чешутся ведут не так как я хочу это и так далее но когда я очень болел в моей жизни был такой период то я понял что дальше может не наступить я перестал обращать внимание на частности то есть когда человек говорит мне нравится мне не нравится игры это его проблемы главное что мне нравится что этот человек является частью моей жизни а то что ему плохо или хорошо я буду стараться делать чтобы ему было хорошо я даже часто говорю эти слова нет человек который живет со мной неплохой просто ему видимо плохо и когда человек там вредничает или еще что-то происходит я обычно говорю как ты себя чувствуешь ты хочешь об этом поговорить может нам нужно что-нибудь или обнимаю этого человека или глажу и понимаю что человек зависим организм зависим от эмоций эмоции зависят от организма и с каждым человеком может что-то проходить но я решил для себя обращать внимание больше на объем своей жизни чем на частности то есть я стараюсь вот там дети непослушные ли там чего-то не хватает жизни и так далее я обычно говорю зато жизнь идет зато можно ее воспринимать как жизнь а жизнь это большая драгоценность и воспринимая жизнь как прекрасное событие можно наслаждаться жизнью а если завтра не произойдет но он уже происходит сейчас ну вот я стараюсь сделать все для того чтобы сейчас не омрачалась до разные ситуации бывают мы тоже сейчас переезжали из киева когда были бомбежки в другой город украины и возвращались сейчас в киеве находимся и сейчас все мы переживаем я очень переживаю вчера даже вчера даже очень расстроился потому что попавшая ракета крылатая в венецу которая попала в дом офицеров это место которое очень хорошо знаю там никак это с офицерами не связано там парк гуляла много людей знаю всех людей которые там среди этих знакомых были мои знакомые которые погибли объяснить это с позиции хоть чего-то невозможно это конечно паскудство и бесстыдно бесстыдна я просто нападение считаю что это просто ужасно то что сейчас происходит нет этому объяснение понимаю что это все расстраивает я сам стараюсь помогать максимально выс치у стараюсь быть частью этой страны стараюсь быть полезным в этой стране стараюсь помогать максимально всеми своими силами, насколько это возможно. И хочу сказать, что все равно, даже если это происходит, я не забываю о том, что мы живем. Это не меняет мое отношение к моим близким, не меняет мое отношение к моей семье. Я не позволяю этому мороку и этому ужасу захлестнуть еще и отношения в семье, захлестнуть мое отношение к работе, захлестнуть мое отношение к чему-либо. Я все равно пытаюсь создавать процесс, в котором будет прекрасное. Дети мои не виноваты, поэтому я не показываю никакого вида и не показываю своего расстройства. И жена не виновата, и близкие не виноваты. Я стараюсь быть максимально и радостным, и счастливым, и так далее. Ну а что там уже внутри делается, это уже не касается никого. Главное иметь чувство, что жизнь скоротечна. И война в очередной раз это показывает. Да, завтра может не быть. Но зато сегодня может быть один из самых прекрасных дней, которые когда-либо можно было проживать. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова